Желающих получить или видеть исцеление Мы вот ходим на площади прям Но сильно нас не хвалят, я хочу сказать Так что приходится А по идее, видите, как надо выходить куда-нибудь То есть нам с Евангелиями выезжать надо за город А люди должны туда бежать за ними, по идее Но этого ничего нет Ты человека еще и уговариваешь взять Евангелие сейчас Как бы то ли гистер перед свинью иметься, то ли нет, не поймешь Еще и говоришь, а ты будешь читать? Ну, некоторые там что-то плечами пожимают А некоторые, ну да, ну почитай Обязательно ну скажут перед этим Да? Да, Ленька опыта можно в этом вопросе про Евангелие Как раз в деревнях я сейчас вот Предложу вот так вот Не надо, не надо А потом вот, знаете, вот когда перед Перед концом поста Это уже вот последние недели, когда вот это страстное И я думала, ну что бы мне придумать Как бы мне вот это все же продвинуть-то И решила, что у меня еще все же есть Евангелие И в руки не берут Я договорилась в магазине И когда у входа там, там у них есть такое место хорошее Я уже там вешала, делала к праздникам стенд Вот это, ну ничего, нормально все это дело проходило И думаю, ну-ка я позвонила батюшке Батюшка, вот так вот так Я хочу вот так договориться Ну попробуй И он благословил Я с продавцами-то договорилась Они говорят, ой, ну пожалуйста, место хорошее Я на улице не решилась, потому что там на улице и дождь бывает, и это, и ветер, и все Я положила, для начала я положила немного, 10 штук Прихожу, там уже нету Я принесла, еще положила 15 штук Я же печку не топили Пришла, нету Вы знаете, 56 штук разобрали Вот сколько у меня было, все разобрали Ну я постепенно, это за 2 недели И я вот так вот посмотрю, нету Я еще приношу Ну тут у меня, я тоже стентик такой сделала Там со стихом, со стихом, там с правилой недели С тростной недели Указала местописание И ниже написала По благословению патриарха Кирилла, берите бесплатно Вот это Евангелие, которое здесь находится И знаете, люди брали Сначала батюшка, когда узнал Кто-то позвонил батюшке местному И спросили, а можно вот там Евангелие лежит Можно брать, где лежит? Ну в магазине Он говорит, он наверное сразу догадался Он говорит, какое имело на право продавать в магазине Евангелие В продуктовый магазин Она говорит, нет, там не продаются Там даром можно взять И они не в самом магазине А там есть такое это Ну внутри магазина Ну и ничего И он послал туда людей Ему принесли, показали Ну сразу Вот это Лапкины Ну и ничего И так они Я носила, пока вот у меня закончились Ну он не запретил брат, да? Нет, нет, нет Батюшка не запретил Ну раз ему принесли, показали Там Ну он только определил, что это нужно То есть они А они продавали У них там такие деньги Мне потом одна сказала Вот, а я покупала здесь Вот Она говорит, а я покупала Конкуренты Ну и вот А тут-то вот бесплатно лежали Все разобрали У меня они закончились Позвонил батюшке И сказал Батюшка, у меня больше нет И все От каких-то мы раньше ходили У меня оставались Там приезжали в квачки И оставили у меня остатки И вот Я их помаленьку давала Но у меня их было много Штук 70 Это вот сейчас 56 штук у меня Было, я их отнесла Все, забрали А я в больницу Вот когда хожу в больницу Беру Ивангелью Беру Вот Журнал Душа А я там Трилляш стоит В раздевалке Я положу Пока я там хожу Потом Прихожу на одежду Уже нет У меня, которые были Вот раньше у нас журнал Вот Наша вот Лампада Газеты Журналы Или я потихоньку Носила Носила Принесу Еще положу Принесу Еще положу Тоже все разобрали Там три штуки Оставалось Но я уже их не стала Забрала я домой Думаю Потом когда-нибудь Отнесу Когда люди Потихоньку Помаленьку И вот Люди берут Оказывается А вот так вот Когда встречаешься Отказываются Ну не знаю Что Может быть бояться Может быть Стесняются Не знаю Может быть Думают Что денег Надо А что вы написали На плакатики На плакатики Ну соответственно Празднику Вот перед Рождеством Я такой хороший Стендик Сделала Обходную С вырезками Из Алтайской миссии Брала вырезки Потом у меня были Еще некоторые Отпрыточки были Я оттуда выбирала Соответственно Эту Рождество Христову Материал Куда брала Из Евангелия Из Евангелия Кладкия Я брала Там вырезки Там еще некоторые Брала Ну ладно Давайте Все Прекратим Все Понятно Все понятно Опыт у каждого Свой Ну Получилось Так и получилось Будем говорить Что Это На вкус И цвет товарища Нет Господь сказал Идите проповедуйте Идите проповедуйте Кто как может Ну Удалось таким образом Ну и не забывайте Что лицом к лицу Лица не увидишь А тут Лицом к лицу Надо ходить Благовестовать Люди Не стесняются Когда вас видят Они вас ненавидят Понятно Они не стесняются Они Стесняются Показать Свою ненависть К вам Просто Поэтому не подходят Вам лично А когда просто Там Евангелие лежит А это Ну книжечка И книжечка Взяли ее А когда вы стоите Вот вы Ты верующий человек Тебе Ты много Что наслушаешься Вот Если вы в интернет Заходили почаще Читайте Что там Под комментариями Там Больше Сволочных комментариев Нежели Нормальных Людей До меня Что-то Начало Доходить Уже Зло Я хочу Сказать Что у нас Страна Это Огромная Тюрьма Это Вот так Разговаривают Зэки Вот как Там Комментарии Пишут Они любят Оскорблять Ни на чем Они тебя будут До самых Печенок Пробирать Я откуда Это знаю Немножко Потому что Работаю в тайге И там Такой контингент Людей Но так как Я стою Как инженерно-технический Работник Ко мне Сильно не подобраться Но между собой У них там И вот в этот раз Я немножко попал Как бы без защиты Был вообще От Господа Как-то молитвы Так действовали Слабо И меня там По полной программе Протянули Вот я два месяца Там поработал Оттуда просто убежал Я просто убежал оттуда Потому что Это невозможно Какие отношения Между людьми Отношения Бессорские Поэтому Иногда показывайтесь Как вы есть И ничего страшного Ну возьмите Одно Евангелие С собой Ради смеха Веселого Радостного смеха И все И идите просто И предлагайте его Ну пускай нет Вот шарахаются Зато они видят Что это верующий человек Идет Между делом А там пускай они лежат Пускай берут Если на то пошло Но они будут знать Что ходит Человек верующий А так Где то укладывать У нас наоборот Получается Я могу Я могу вам сказать Могу вам только одно сказать У нас получается По другому Мы раздаем Евангелие А после Если массово У нас идет выход А после этого Приходим туда На это место И там хорошие люди Часто попадаются Какие-нибудь там Бомжи Там Дворники Приходят И отдают Евангелие Которые В мусорках нашли Где то там Просто положили Бросили там На сиденье Где на остановке Нам обратно Допустим Тысячу штук Мы раздали Пятьсот Обязательно С десяток Штук пятнадцать Принесут Вот видите Тут об этом и написано Что вышли те Которые жаждали Ну да Вот он жаждал А вот второй стих И он Отверши уста Свои Учил их Говоря Блаженны нищие духом Ибо Их есть Царство небесное Народ Приступает Для чудес А ученики Для наставлений Подождите Все Давайте Успокоимся Пошло Все уже Евангелие Народ Приступает Для чудес А ученики Для наставлений Посему После Совершения Чудеса Исцеления Тел Врачует Души Дабы мы Знали Что он Есть Творец И душ И телес Он учил И не отверзая Уст То есть Своей жизнью И чудесами И теперь А теперь Учит Отверши уста Учил Не одних Учеников Ну и народ А начал С блаженства Так как И Давид Начал С блаженства Псалом Первый Первый Блаженный Прежде всего Выставляет Смирение Как бы Основание Так как Адам Пало Гордости Возмечтав Быть Богом То Христос Восставляет Нас Посредством Смирения Нищие Духом Суть Душевные Душевно Чувствующие Своё Недостоинство Недостоинство Либо Они Утешатся Непрестанно Радоваться Получая Жизнь Блаженную Блаженны Кроткие Ибо они Наследуют Землю Некоторые Под землёй Разумеют Землю Только Духовную То есть Небо Но ты Разумей И эту Землю Кроткие Почитаются Презренными И бедными А он Напротив Говорит Что они То особенно И имеют Всё Кроткие Жесут Не те Которые Вовсе Не гневаются Таковы Бывают Только Лишённые Разума Но те Которые Могут Гневаться И Воздерживаются А гневаются Только Тогда Когда Должна Все Сёстры Запишите Это Местописание И читайте Дома Тут с вами Очень сложно Бывает иногда Говорить Матфея Пятая Глава Пятый Стиль Так что Когда человек Очень ровный Такой Тихий Как вода Говорит Так тихо Спокойно Это Ещё Ничего Не значит А Настоящий Блаженный Он Гневается На неправду Гневается На зло Гневается На то Что внутри себя На сатану Гневается Потому что Это Обидчик Всего рода Человеческого И не просто Обидчик Ват Ват Заталкивает Поэтому Вот таким Спокойным Тоном Говорить Что-то Невозможно Поэтому Христос Когда говорил Заповеди Блаженства Он говорил С выражением Он Не читал По церковно Славянски Блаженный Наши Духа Блаженный Спросил Ты Ничи Духом Нет Нет Сынок Как Ничи Духом Ничи Это Плохо Это Бедный Презренный Как Тут Написано Мам Ну Написано Блаженный Блаженный Хорошо Хорошо А Ничи Духом Все Хоп Планка Закрылась И мы С ней Рассуждали Рассуждали Я Мам Ты должна Накрепко Запомнить Что Блаженный Ничи Духом Это Хорошо И это Мы С тобой Я Блаженный Ничи Духом Ты Блаженный Ничи Духом Понимаешь Нищи Духом Ты должна быть Блазенки Такие А человек Что поймет Блаженный А они Ставили Понимали Почему Но это Было На еврейском Языке И слово Блаженство Для них Было Понятно Потому Что Блаженство Это Попадание Туда Где Там Авраам Где Господь Где Их Предки Все Они Понимали Они Этого Ждут Они Для Чего Сейчас Ждут Машаха Мессию Своего Чтобы Куда Попасть Бог Там Местечко Уготовил Они Знают Все Их Предки Все Кто Там Все Евреи Там Соберутся Они Жи Благоизбранный Народ Они Жи Не Могут Просто Взять И В землю Уйти Вот Поэтому Они Все Понимали А у Нас Никто Ничего Не Понимают Им Ничего Это Не Нужно Ты Спроси Любого Скажут Вечная Жизнь Да Ты Че А нам Ни Зачем Это Вечная Жизнь Более Того У нас Сестры Есть Которые Говорят Что Воскреснем Мы Дух Душой Воскреснем А Тело Нет Тело Ну Если Будет То Не Это Тело Нет Не Это Не Это Тело А Где Ты Это Слышала Ну Ну Я Не Слышал Что Прям Что В Этом Теле Ей Уже Сестры Подскажут Да В 33 Летнем Возрасте Мы Жем Будем Ну Я Это Тоже Где То Слышала Она Где То Слышала Она Сюда Ходит Не Меньше Двадцати Лет Сестра Наша Сестры Давайте Будем Бояться Вот Это Умолешение И Пожалуйста Про себя Не Говорите Мы Старые У нас Уже Тут Ничего Нет Ума Нет А Как Тогда С вами Жить Извините Игнать 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 Перед вами Выступает Это Наши Молитвенницы Это Там Ну И так Далее И тому Подобное Молодцы Прям И Он Так Об этом Заботится Чтобы Сестры Всегда Тоже Это Звучало Хотя Там В храме Не Звучит Он Обращается Ну То есть Он Показывает Что У нас Женщина Это Санаследник Вечной Жизни Женщину Нужно Так Возлюбить Как Христос Церковь Возлюбил И Не Просто А Муж Должен Жизнь Свою Отдать За Жму Свою А Я Такая Дура Неразумная И Куда Ты Пойдешь Дура Неразумная И Жизнь Нужно Отдавать Ты давай-ка это уже переставайте Псалтыр читайте Сестры И пожалуйста Не говорите своим уртом Не произносите Что вы Глупые Неразумные Мы то К вам обращаемся Как к равным Вот это Об этом тут и говорится А это От чего Говорится Что я Глупая Неразумная Это тоже Не просто так Сестры Это не просто так Это вы храните Своё Я Которое у вас Не умерло А это говорит только об одном Что не было рождения свыше А этого позора Вам не пережить Потому что вы Хорошо знаете Что рождение свыше Это самое главное 25 лет ходить Так Никита прав Оказался Когда уехал отсюда И сказал Да что тут По 30 лет Они ничего не добились В общине А я Три года Уже проповедую везде Уже Духовная нищета С меня сошла Как в белых Яблонь дым Переборщил тоже немножко Ну так-то в чём-то прав Тоже оказался По 30 лет И ничего нету Ну такого тоже Мы не должны Так себя тоже Вести И не надо Торопиться с ответом Когда вас спросят Вот батюшка сказал Святые Как были Когда вас спросят Там вот эти вот Золотые Эти краснозвёздные ребята Придут когда-то Всё равно И спросят Ну может не вас Ну передадите другим Скажут Верующие Или нет А то мы тебя Не надо торопиться Отвечать что они верующие Жить так вот Помолитесь хотя бы Ну попросите помолиться Как это вот В фильмах мы видим Что священник становится На колени Просит помолиться Или человек опускается Там последнее слово Смеются А я помолиться хочу Это Владимир Киевский Митрополит Когда матросы его вытащили Из кельи Помните Его били ночью Просто так пришли расстрелять Потому что ненавидели религию От этих комиссаров Наслушались Это мракобесие И так далее И его выволокли На могилу Там же По госту Там рядом С монастырем Где он Прибывал Келья его А он говорит Дайте помолиться На колени его поставили А матрос Говорит один Ссунул ему Винтовку В рот Сказал На том свете Помолишься И выстрелил Вот так это бывает Ещё Так Ну тут немного осталось Дочитаем Блаженство Закрытие Матфея Пятый Глава Шестого Стих Блаженны Алчущие Жаждущие Правды Ибо Они Насытятся Так как Он Намеревается Говорить О милосердии То Наперёд Показывает Что Должна Соблюдать Справедливость Дабы Не делать Милости Из награбленного Кто алчат и жаждет Тот сильно желает Насытиться Так Так сильно Надобно Желать Правды И соблюдать Её Поскольку же И любостяжательные Представляются Живущими И В довольстве И сытости То он говорит Что тем более Праведные Насыщаются Они насыщаются И всей жизни Ибо Владеют Своим имуществом Безопасно Псалом 33 11 Ищущие Господа Не терпят Нужды Ни в каком Благе Почему Сейчас Идёт У нас До сих пор Идут Дебаты Вот смотрите Памятник у нас Есть Павшим героям Красным Большевикам Есть же А где Памятник Белогвардейцам Павшим Ну раз у нас Всё равно Раз гражданская война Это братоубийственная Была Мы уже поняли Везде об этом Говорят Памятник Большевикам Павшим Есть А памятник Белогвардейцам Павшим Где Хоть один Ну покажите Нету Нету А белогвардейцы Они хуже были Большевиков Или лучше Вот эти дебаты Сейчас идут В народе В нашем Они идут Всегда Белогвардейцы Они были нормальные Или нет Хорошие Победили красные Красные Себя провозгласили Справедливыми Людьми Добрыми Белогвардейцев Сделали Но они победили Мы знаем Что победитель Всегда прав Правильно Но мы теперь Желаем добиться Правды Мы жаждем Правды У нас странный Народ Не верит в Бога А жаждет Правды Очень сильно Почему А потому что Пошли какие-то Реабилитации И люди думают Так подождите А что Какой-то обман Значит был Ну убивали Убивали Сказали бы Все эти Проклятые Нет Теперь этих Мертвых Память их Вытаскивают Стряхивают И говорят Слушайте Так это герои И вытаскивают И стряхивают Те Которые оказались Детьми Потомками Тех Которые их Расстреляли И сделали Проклятыми Вы понимаете Что творится В мозгах людей Без Бога Не разобраться Никому Только Христос Может нас Наставить На правду Где истина Где правда А правда в том Что в законе Божьем Кто исполнял Закон Христов Тот и прав Неправы Ни те Которые убивали Ни другие неправы Которые тоже Убивали Пускай они защищались Убивали А сегодня Проповедь Слышали Что сказал А главное Вы должны На молитве Просить того Что Бог желает И не молиться За погибель За погибель врагов Им не молиться За погибель врагов А у нас Что Белоградейцы Напрямую молились За погибель врагов Напрямую Они прям обращались Они верили в Бога А большевики Вообще Отрезали религию Нет никакого Бога Ни во что мы не веруем Ни в Бога Ни в сатану Мы сами Верим только В великое человеческое Существо Вот в разум Ну намерились Все И теперь что нужно Теперь нужно Примирить Это правдой Правдой истиной Примирить А у нас Одна ложь Накладывается На другую людьми Почему Потому что люди Неверующие Стоят у власти Неверующие Они не хотят Знать правды Нету никакой У них жажды К правде А если бы были верующие Какая бы правда была То Всю правду бы подняли Поставили памятник Павший Один такой большой Вечный огонь Убрали бы Иначе это уже Показывается Что они все В аду горят Вечный огонь Будет там Где ад Мы то все знаем Пятиконечная звезда Говорит о чем Что сатана Будет в аду Пламя Он будет постоянно гореть Вот И те кто там Пали за И по сатану Вот они там все и горят Вот они себе Памятник этот сделали Вечный памятник У нас стоит Посреди Барнаула Да не один Горят Люди мимо ходят Еще куланиются Цветы какие то носят Носят кому Сатане Который горит в аду Ребята Давайте всю правду Найем Вот сделали Один памятник Памятник Реабилитированным Памятник Реабилитированным Но это опять же Полумера Реабилитированным Только А где Памятник тех Людей Которых убили За веру во Христа За веру Просто Нету На Булыгина Где монастырь Ну это поставили Верующие А народ то не знает Этого Народ то этого не знает Народ ничего не понимает Им все равно И поэтому все идут Дебаты Какие то дискуссии Ой плохо что Советского Союза Нет Другие да нет Нормально что его нет И вот все там Дискутируют Что то дискутируют А дискуссия Это в одном Должна быть Слово Божьем Кстати Виктор Савченко В интернету Ведет занятия По изучению Слова Божьего Уже небольшая группа Там собирается Так что верующему Какие то там Земли Там Языки Это Тем более Жена помощница На русском языке Разговаривает Русскоязычная верующая Так что Дай Господь Чтобы побольше Валя с Катей Ага Ну отлично Они там рядом У них это Временное Хорошо Патфея 5 Бог То есть Ну вот Господь Нас и по бедности То есть По малоимуществу Тоже Тоже Показывает Что Это еще Не конец Ну От чего Началась революция От того Что люди Жили Бедно Люди Жили Бедно Когда Был неурожай Часто Был голод И вот На этом Сыграл Сатана То есть Поднял Возведь Таких людей Которые Умные Были Они там Народовольцы Потом Большевики Там Меньшевики Там Эсеры Все О Народ плохо Живет Декабристы Там еще Подсуетились В свое время Народ плохо Живет А мы ему Раскроем Глаза Народу Что Виноват Царь И когда Царя Не будут А кто Им Раскроем Глаза Ну мы Значит Мы Ставим На место Царя И мы Тогда При нас Народ Заживет Лучше Потому что Мы же Увидели Что народ Бедно Живет А оказывается Есть закон Закон Возвращения Зла Нельзя Победить Зло Злом А зло Побеждается Только Добром Вот так Добром То есть Зло Это значит Чего-то Кого-то Свергнуть А добро Это значит Молиться За того Которого Хотели Свергнуть Как мы Молимся Сейчас До нашего Императора Правителя Нашего Владимира Владимировича Путина Молимся Чтобы Господь Еще его Правление Сохранил Потому что Уж Лучше Такой Там Пускай Он какой-то На него Плохо пишет Какой он Нехороший Чем Такие Какие Были До нас Уж Про тех Точно Можно Было Сказать Как Господь Сказал Посажу Вам Человека На голову Вашу 32 Псалом И сидели На нашей Голове И сидели И сидели Начиная С того Как Николая Второго Расстреляли Не захотели Царя Ну Кого Справедливого Найдем Нашли Справедливого Маленького Такого Лысоватого Ну Картавого Но Оказалось Очень Нелюбящего Народ Своим И даже Не знающего Что есть Народ Вот так Странно У нас Бывает Это все Почему Потому что Тоже Не Дету Веры В Людях И Пошли Главное Что Пошли За таким Человеком Вот Чем Дело Нет Б Еще Ну Разобрались Мы Хоть Немного Нет Всей Массой Ринулись Туда И Потом Когда Белогвардейцы Уже Последние Откатывались И Говорит Им Говорили Это Как Пропаганда Была Какая Вы Воюете Против Народа А В этот Самый Момент Сами Жи Ходили У Народа Отбирали Последнее Евгений В Огромный Голод Который Случился В Поволж 20 21 Блаженно Чистые Сердцем Они Бога Узрят Многие Не хищничествуют Не обижают И даже Милосердуют Но Блудодействуют И в других Отношениях Бывают Нечисты Посему Христос Повелевается Соединять С другими Добродетелями Нечистоту Или Целомудрие Не только По телу Но и По сердцу Ибо Без Святыни Или Чистоты Никто Не Узрит Господа Как Зеркало Когда Отражает Образы Когда Чисто Так Может Созерцать Бога И разуметь Писание Только Чистая Душа Игнать Тихоныч Лапкин Говорит Небольшой Комментарий На слово И может Чистая Душа Разуметь Писание Здесь Здесь Взаимосвязь При Чистой Жизни Бог Открывает Смысл Священного Писания А усвоение Писания Делает Жизнь Еще Более Чистой И побуждает Кревности И подвигу Во Христе Созерцать Бога И разуметь Писание Может Только Чистая Душа Аминь Трапеза И занятие Потом Тут Коварик Извини Коварик Достойно Есть Достойно Есть Ахава Истину Блажите Тя Богородицу Пресноблаженную И Пренепорочную И Махи Бога Нашего Честнейшую Херубин И Славнейшую Без Сравнение Серафин Без Истления Бога Слава Родшую Сущую Богородицу Царь Вечаем Господи Защити Родину Нашего От нашествия На племенников От внутренних Распред Беззакония Которая Втайна Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Не Познавших Тебя Обрати К Истине Чтобы Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не Служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И Проповедуют Смело И И Наславным Об Иисусе Христе Господи Праведные Суды Твои Над Россией За то Что Оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твое Бог И Его Дух Святой Да Наставит Нас Не Признавать Никаких Иных Богов Вопия Алла Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь